Давайте немножко поговорим о музыке. Это новая эстетика. Так случилось, что в России последние 10 лет рэп расцвел. Очень много есть людей, и Оксимирон, и многие другие, которых слушают. Как вы относитесь к тому, что делают эти молодые люди? Интересно ли вам это? Рэп – это искусство, которое создала нью-йоркская шпана. Черная причем. И для меня это было возвращение своеобразное к Пушкину. Потому что Пушкин, наш африканский мальчик Васька, в нем жило это ритмическое ощущение слова, доставшееся ему по генетической линии от предков. И Пушкин, если вы вспомните его современников, Тредяковский какой-нибудь или Державин, это люди, которые напыщенно, искусственно хвалили императорскую особу или что-то такое. Пришел Пушкин и начал болтать. И когда он писал Жуковскому о том, что он сочиняет Онегина, он говорит, пишу тут забалтываюсь, понимаете. Так вот, раб – это был возврат к слову, как инструменту ритмики. И если ты со словом работаешь, ты вынужден соблюдать какие-то уже словесные законы. То есть надо было что-то ребятам подчитывать или интересоваться другими какими-то поэтами, и прозаиками, и так далее. И когда этот жанр, вообще все, что американская шпана создала, все пришло на весь мир, и в том числе и в Россию. Можно перечислять бесконечно. От чечетки и новоорлеанского джаза. До Эпла и новых компьютеров. Да, до рэпа и рок-н-ролла и всего. Все-все-все-все-все. Просто там сама система позволяла низам заниматься творчеством. Ну вот хочешь ты раб читать – ну и читай. Хочешь там ломать себе руки, ноги на этом брейк-дансе – ради бога. И вот эта терпимость позволила создать органические новые формы искусства, которые выросли прямо из-под асфальта. Я пережил несколько волн гонений. Сначала нас там за узкие брюки, хулиганские трюки гоняли, за галстуками с обезьянками. Потом я пережил гонение на джаз, поскольку я играл в джаз-оркестре. И я помню, в конце 60-х, перед выходом на большую сцену, мы сдавали худсоветы целый год 11 раз, каждый месяц. Понимаете, все это там рубилось какими-то страшными людьми в кепках. Потом я был руководителем ансамбля «Добрые молодцы» и пережил на себе уже гонение на первые ВИА. И то есть это был бесконечный тормоз, который пытался не пустить что-то новое, что люди готовы были принять и ждали. Поэтому вся вот эта искусственность советской системы, которая сама себе как бы камни под ноги бросала, ну, я не знаю, она, по-моему, по сути своей не очень изменилась. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!